В октябре 2020-го уже в третий раз сменилась власть из-за недовольства граждан. 10 января кыргызстанцы изберут нового главу государства, а вместе с тем и подходящую для Кыргызстана форму управления. Сейчас судьба народа в своих руках. То есть, если народ выберет президентскую, значит, тогда, получается, мы будем жить при президентской форме управления. Если выберет парламентскую, то вновь мы возвратимся к парламентской форме управления. Этот плебестыт станет поворотным моментом, замечают общественные деятели. Выборы несут в себе особый смысл для социально-экономического развития страны. Это по праву можно назвать исторически важным для страны моментом. Сейчас будущее Кыргызстана в руках самих кыргызстанцев. Осознавая всю серьезность, хочу сказать, что голосовать важно не сердцем, а разумом. Оказать поддержку тому кандидату, который, по вашему мнению, наконец, обеспечит стране экономический рывок. Кыргызстанцы осуществляют свою власть непосредственно на выборах и референдумах. Это установлено основным законом страны. Граждане сейчас стоят перед важным выбором, который определит дальнейший курс развития страны. Мы не только выбираем лидера республики, президента, но эти выборы связаны с кардинальными политическими реформами. Мы выбираем, определяем форму государственного управления. Президентская республика или парламентская республика должна быть у нас. Предстоят конституционная реформа, парламентские выборы, другие социально-экономические преобразования. Все это в комплексе свидетельствует о том, что мы находимся на поворотном историческом моменте. До общенационального политического события остался день. И, как отмечают аналитики, кто бы ни стал новым главой государства, ему необходимо сосредоточить свое внимание на решении немалого количества проблемных вопросов и направить все свои усилия на развитие страны.